Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. В Подмосковье прошли всероссийские соревнования по боксу. Наш земляк Аскер Тамбиев завоевал золотую медаль и стал мастером спорта. И в эти минуты в нашей студии талантливый спортсмен и его бессменный тренер Эльбрус Халкечев расскажут мои соведущие Белли Джозаевой, как для них прошли эти соревнования и как на протяжении почти 10 лет они проводят свои тренировки и подготовки сразу к нескольким турнирам. Доброе утро всем, доброе утро Эльбрус, доброе утро Аскер. Рада видеть вас вновь в гостях, вновь с очередной победой. На этот раз победа на всероссийских соревнованиях, звание мастера спорта Российской Федерации. Безусловный успех, в принципе, блестящее начало у этого парня Эльбрус. Хотелось бы об этих соревнованиях поподробнее узнать, где проходили соревнования, как проходили, какие были бои, как все прошло. Соревнования проходили в Подмосковье, город Люберце. 28 регионов нашей России, страны. В нашем весе было 11 человек. Можно сказать, все бои были очень конкурентные, потому что там все на присвоение мастера спорта, и там были еще мастера спорта в нашем весе очень много. То есть за 100 боев у всех наших соперников были. Аскер, я знаю, что для того, чтобы мы и в тот раз об этом говорили, для того, чтобы заниматься боксом, ты преодолеваешь каждый день 100 километров. Каждый день туда-обратно. Вот бокс стоит того? Да, конечно, стоит. Если есть мечта и цель, то нужно идти не сдаваться. Ну вот какая сейчас на данный момент у тебя цель? Сделать мастера спорта международного класса. Вы вместе 8 лет. Эльбрус, тренируешь его 8 лет. Вот чем отличается Аскер? Почему у него такие частые, может, это неправильное слово, победы? От других воспитанников? Во-первых, дисциплина. Дисциплина – это очень важно для спортсмена. Во-вторых, есть дух бойца на ринге. Это немалозначно. Даешь, говоришь задание, даешь задание, он это выполняет. Он, если даже не получается, он пытается это делать. Есть боксеры, которым скажешь, он подумает, могу пропустить удар, и он этого не сделает. Он боится за себя пропустить. А вот Аскер Тамбиев, он делает то, что ему говоришь. Даже если не получается, он пытается это сделать. Ну, в основном, естественно, получается. Аскер, мы говорили о том, что ты профессионально в дальнейшем хочешь заниматься боксом. Несмотря на то, что ты учишься в институте совсем по другой профессии, видишь свое будущее только в боксе, в спорте. Да, только в боксе вижу. На данный момент в любителях хочу сделать мастера спорта международного класса и со спокойной совестью уже перейти к профессионалам полностью. Где будут следующие соревнования, куда готовитесь? Мы сейчас готовимся, уже готовимся в Нальчик. Будет у нас 15 марта мастерский турнир возрождения балкарского народа. Просто хотим побоксировать. И потом 24 апреля у нас вызов на чемпионат России, тоже под Москвой. И у нас уже есть вызов на международный турнир со сборной России в Хабаровске. Это будет у нас 10 мая. У нас все запланировано. Старший тренер России позвонил, данные все записал. То есть от сборной России он будет представлять нашу страну в Хабаровске. Он просто молодец. Я каждый раз убеждаюсь, когда где-то читаю о нем, что если я вижу Аскерт Амбиев, несмотря на столь юный возраст, это обязательно какая-то победа. Я желаю, чтобы в дальнейшем было так. Плодотворной работы вам. Новых побед. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы Ногайской редакции в 14.30 вести с Аллой Динаевой. Удачной вам рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Новый информационный день продолжает. Дарите эмоции. 585-Золотой. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...